здравствуйте друзья мы с вами сейчас совершим проезд по улице бальбоа что в городе сан-франциско значит улица ну так назвать ее русской нельзя но достаточно такая русская то есть на ней магазинчики есть и тут в этом районе города называется это ричмонд живет много наших соотечественников историческим два квартала направо там будет парк такой golden gate парк очень известный большой протяженный парк улице это известно в частности тем что она такая как бы сказать вверх-вниз туда-сюда вот начинается вот смотри опа на смотрите как вот пошла улица вверх-вниз вот мы по ней немножко проедем пунктом назначения в данном случае у нас является кафешка который называется синдерелла золушка по русски правильность значит кафешка золушка она же синдерелла которая существует с 1952 года вот представьте себе и там исторически она работала ну скажем так когда мы туда приехали в сам франциско и первый раз оказались в этой синдерале она работала как столовка такая то есть можно было прийти из такого русского меню там и борщик и какие-то котлетки по-киевски там такого плана вот хорошие и не недорогая так очень очень нормально было я не работал как ресторан там как столовая днем да это не было именно рестораном если то можно было просто идти покушать у них же там была кулинария своя то есть был такой прилавочек и на том прилавочке что там было я не помню пирожные хлеба у них своя выпечка тоже было они сами выпекали а сейчас они превратились в такую полномасштабную оптовую пекарню wholesale bakery как у нас говорят то есть их продукция продается в десятках магазинов если на их сайт прийти например то там будет большой список вот где можно купить то что они делают я хочу сказать что они продаются настоящие вот белые батоны хлеба да да и это таки хороший наш хлеб с нашими воспоминаниями не вот этот французские кислые булки он такие такой сладкий на вот тот хлеб но он продается так делать его возьмешь на я покупаю там вот на сан-антонио вот этот то есть вот магазин просто идешь в обычный магазин и там лежит продукция их расхватывает там не так просто купить там продукция вот это синдерелла евангелия написано по-русски значит на чем написано она в одном евангелии ну может быть там церковь там евангельских христиан по русски ну так русских евангельских христиан а мы же сказали что это райончик такой как бы русский это район неплохой он как бы сказать достаточно дорогой но здесь помимо частных домов много апартментов таких многоквартирных домов которые сдаются но вы видите вот всю эту архитектуру здесь там два этажа я не знаю даже там три или четыре бывают но может быть бывают но редко и поэтому если вы приедете жить сан-франциско вдруг то есть большая вероятность что где-нибудь вот в этом месте вы поселитесь дома бывает на 4 на 8 да и люди здесь которые живут в основном это конечно не наш соотечественники а в основном это видимо выходцы из китая так я понимаю вот хотя если сравнить сам этот самый ричмонд с другими районами сан-франциско то наших здесь как бы больше да то есть в процентном отношении но если посмотреть на тех кто здесь живет то конечно русскоязычный народ составляет относительно такой небольшую долю небольшой процент значит мы между пятой и шестой улице находится это синдерелла вот а мы сейчас на десятой тут улице нумерованная если вы видите вот данной улице по номерам 48 улице если вот в ту сторону ехать это будет уже океан а мы сейчас едем от океана и нет уверенности что они сейчас нам дадут возможность выпить там кофейку и съесть булочку потому что не знаешь как она вообще функционирует мы здесь давно давно не были так я могу сказать что на всякий случай знаю что мы едем в сан-франциско я на всякий случай глянул на их веб-сайт и вроде там картинка такая со столиками значит помещение и столики вот а мы всегда любили это место она так нам нравилось здесь жили рядом до в двух кварталах единственно что здесь это проблема запарковаться исторически хотя сегодня понедельник и вроде середина дня где-то около часу дня и казалось бы понедельник около часу дня не самое такое пиковое время вот оно тут вот должно быть слева вот там написано чего-то мило мило cleaners вот слева только за светофором смотри мило клик да вот столики стоят вот синдерелла а нет гриндер спиццерия кондерелла бейкери кафе и тут совершенно замечательно люди сидят и закусывают там даже с лаптопом я смотрю давай мы с вами слова вот все таки все таки понимаешь где-то за нами сверху присмотрели чтоб мы не мучились тем более мы с общественным интересом видео снимаем вот сейчас мы пойдем возьмем уже не камеру go pro возьмем камеру уже голод таки go таки до голову да то есть обычную нашу и будем если нас никто не заругает я надеюсь вот то мы чего-нибудь такое поснимаем не стухнуть бы кого вот так думаешь приедешь в горы знаете в городе а мы тут сельские сейчас что-нибудь натворим вроде вроде нормально встали хорошо вот это устройство справа туда денежку бросают это такой так называемый миттер такой счетчик мы сейчас возьмем у нас в автомобиле есть футеры монет по 25 центов и с помощью этих монеток и всяких волшебных слов типа заходи монетка заходи монетку мы сейчас пойдем и оплатим нашу парковку тут пошли с ним а